Не так давно четырехлетний принц Луи стал настоящим героем мемов после того, как слишком бурно и забавно проявлял свои эмоции на праздновании юбилея правления Елизаветы II. Мимику малыша не обсудил только ленивый. А вот для Кейт Миддлтон это серьезный повод обеспокоиться ментальным здоровьем своего ребенка, который подвергся активному вниманию публики. Я думаю, что Кейт должна окружить своих детей неким подобием нормальности, потому что она знает, на что способна королевская жизнь. Она прошла через это сама. Кейт прекрасно понимает всю опасность публичности. Луи на юбилее стал суперзвездой, и это обеспокоило ее, заявила эксперт Ингрид Сьюарт. Эксперт Ричард Кейт добавил, что принц Уильям, со своей стороны, не хочет, чтобы его дети были под прицелом камер папарацци 24 часа в сутки, как это случилось когда-то с ним и его братом Гарри, он хочет как можно дольше защищать своих детей, дать им какое-то подобие нормального детства. Два месяца назад отец Меган Маркель, Томас был доставлен в больницу Чула Виста в Калифорнии с подозрением на инсульт. Мужчина с трудом говорил, а в машине скорой помощи ехал с кислородной маской на лице. Тогда в сети разгорелись споры о том, что именно Сосекская довела своего отца до такого беспомощного состояния. Слухи подогрела и сестра герцогини Саманта, которая заявила, что в последнее время на ее отца свалилось множество бед и несчастий, причина которых Меган. Однако, буквально на днях Томаса Маркель вновь появился на публике и дал свое первое интервью после инсульта, правда сделал это в немом формате. Мужчина отвечал на вопросы с помощью специальной доски, на которой Маркером писал ответы на вопросы. Вначале Томас поблагодарил Дэна Вутона, который и позвал его на свое шоу. «Привет, Дэн, спасибо тебе и всему британскому народу за беспокойство и наилучшие пожелания в мой адрес», — написал Маркель на доске. Отец Сосекской провел в больнице пять дней, после чего его выписали, и его ждало долгое восстановление. Дело в том, что когда человек переносит инсульт, то у него могут возникнуть проблемы с речью из-за повреждения речевых центров в головном мозге и потери контроля над артикуляционными мышцами. Из-за кровоизлияния в мозг часть нейронов головного мозга отмирает и между здоровыми клетками нарушаются нейронные связи, поэтому у больного наблюдается расстройство речи. Однако врачи говорят, что Томас в состоянии исправить ситуацию и полностью восстановиться. Несколько недель назад мужчина поблагодарил медиков и сказал, что ему очень повезло. «Хочу поблагодарить всех, особенно замечательных врачей и мечестер, которые спасли мне жизнь. Они настоящие ангелы, я был глубоко тронутся общениями со словами поддержки со всего мира. Люди так добры ко мне. Мне трудно разговаривать сейчас, но я поблагодарю всех лично, когда смогу. В июне я хотел посетить платиновый юбилей королевы, чтобы засвидетельствовать свое почтение к монарху. Я желаю ей счастливого юбилея и еще долгих лет жизни», — заключил Томас. Меган Маркель заметно набрала в весе после рождения дочери Лилибет в июне 2021 года. Однако ей довольно быстро удалось вернуть былую форму. Герцогиня Сосекская восхитила поклонников во время недавнего делового визита в Нью-Йорк. Жена принца Гарри появилась на публике в юбке карандаш, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Как выяснилось, Меган Маркель следует индивидуальному графику сна и физических упражнений, благодаря которым она остается в хорошей форме. По словам экспертов, залог качественного сна герцогини в отказе от кофе и других напитков, содержащих кофеин, во второй половине дня. В рационе супруги принца Гарри исключительно полезные и заряжающие энергией соки. По словам специалистов, привычка Меган правильно спать является ключом к поддержанию стройности ее тела, поскольку способствует правильному пищеварению и снижению веса. Также известно, что Меган регулярно занимается йогой. Принцесса Анна всегда отличалась своим трудолюбием, упорством и скромностью, именно эти качества превратили ее в любимицу жителей Великобритании. Единственная дочь Елизаветы Второй тратит на свои монаршие обязанности больше сил и времени, чем любой другой представитель семьи. И она делает это настолько тихо, что редко в СМИ можно увидеть скандальный заголовок с ней. Чего нельзя сказать о Меган Маркель. На днях королевский эксперт Нил Шон дал интервью британскому изданию «Экспресс», где рассказал о взаимоотношениях между принцессой Анной и Меган Маркель. Оказывается, что дочь принца Филиппа и королевы Елизаветы Второй всегда недолюбливала герцогиню Сосекскую. После того, как принц Гарри и Меган Маркель связали себя узами брака, герцогиня Сосекская приступила к своим обязанностям. И чтобы не потеряться среди королевских дел и не опозорить семью виндзоров, принцесса Анна захотела ей дать несколько наставнических советов. Так, она рассказала, что жизнь у монархов это вовсе не вечный праздник, а ежедневная работа, где каждый день расписан по минутам. Как вспоминает Анна, Меган была тогда удивлена этим. Она была уверена, что челны королевской семьи лишь дают интервью и позируют перед камерами для глянцевых обложек. После этой встречи принцесса Анна сделала вывод, что в кругу монархов Меган Маркель продержится недолго. Принцесса Анна всегда знала, что у Меган будет очень короткий срок годности в мире британской монархии, рассказал королевский эксперт, добавив, что подружиться герцогине Сассекской с тетей принца Гарри так и не удалось. Принц Гарри и Меган Маркель могут потерять свои королевские статусы после многократных нападок на королевскую семью. Писатель Том Бауэр заявил, что вскоре им придется отказаться от своих титулов герцога и герцогини Сассекских, сейчас они довольно быстро сжигают свой королевский статус. Я думаю, что в конце концов они будут вынуждены отречься от титулов. Им уже не отмыться, они постоянно ищут новые занятия. Но каждая их активность так или иначе неразрывная, связаясь с их статусом и другими членами королевской семьи. Возможно, они летали на юбилей правления Елизаветы II, чтобы их лишний раз сфотографировали с королевой, но этого не произошло, прокомментировал эксперт, напомнив, что ее величество категорически запретило Сассекским привозить в Лондон съемочную группу Netflix, которая работает над документальным фильмом о паре. Другой королевский эксперт, Рассел Майерс, заявил, королева действительно встретилась со своей правнучкой Лилибет. Официальной фотографии не было, конечно, это был бы приятный семейный момент, но дворец был абсолютно непреклонен в том, что ни о какой съемке не может быть и речи. По мнению королевских аналитиков, такое поведение явно сигнализирует о том, что принц Гарри и Меган Маркель вскоре могут лишиться своих официальных званий. Похоже, что Меган Маркель принимает большое участие в написании мемуаров принца Гарри. В последнее время герцогиня Сассекская начала вмешиваться в творческий процесс своего мужа, так как он беспокоится, что его предстоящая книга воспоминаний вызовет новый скандал с королевской семьей. По словам инсайдера, жена принца Гарри призывает его рассказать правду и не скрывать того, что происходили на самом деле во время жизни в Букингемском дворце. Каждый отрывок пересматривается снова и снова. Гарри продолжает вспоминать новые вещи, которые он хочет включить, а затем внезапно паникует и смягчает некоторые эпизоды, добавил источник. Западные СМИ утверждают, что внук Елизаветы II не скажет ничего плохого о королеве и остальных членах его семьи. Однако по информации инсайдеров, отец Гарри, принц Чарльз, уверен, что его сын способен уделить несколько страниц Камиле Паркер-Боулс и отозваться о ней в негативном ключе. Сейчас среди членов королевской семьи царит цунами страха по поводу того, что напишет Гарри. Многие надеются, что он кое-что исправит, но особой надежды не возлагают, сообщают инсайдеры. Королевское семейство часто поддерживает актуальные для современного общества инициативы, например, заботу об окружающей среде. И одним из главных поклонников экологичного образа жизни заслуженно считают принца Чарльза, который доказал это в минувший четверг. На церемонию открытия игр Содружества 2022, которая прошла 28 июля в Бирмингеме, принц Чарльз прибыл на довольно необычном транспортном средстве. Вместе с Камиллой, герцогиней Корнуолольской, он выехал на арену стадиона Александер Стадиум на винтажном автомобиле Астон Мартин, который принц приобрел еще в 1970 году. Машина не одно десятилетие служила верой и правдой принцу, прежде чем он переоборудовал ее для работы на биотопливе. И теперь благодаря официальному аккаунту Кларенс Хауса стало известно, на каком именно. Принц Уэльский и герцогиня Корнуэлл мягкий знак СКАЯ прибыли на торжественную церемонию на автомобиле его королевского высочистства, работающем на этаноле, полученном из побочных продуктов производства вина и сыра, сказано на странице монарша Хасо. Специалисты Астон Мартин, проводившие переоборудование автомобиля, рассказали, что принц Чарльз сам обратился к ним с подобной инициативой. Но поначалу даже сами инженеры не были уверены, что подобное возможно воплотить в реальность, принц Чарльза заявил, что он хочет, чтобы машина ездила на продуктах переработки сыворотки от производства сыра и вина, непригодного для употребления в пищу человеком. Когда преобразование было завершено, мы вынуждены были признать, что получилось даже лучше, чем мы сами ожидали.